Всем привет, с вами Джейн Фокс И сегодня я вам покажу самые прикольные и оригинальные рекламы из инстаграма Я не ожидала, что они меня настолько захватят И мне даже не захочется их выключать А все потому, что они сняты в формате таких качественных мини-фильмов Которые ты смотришь и не до конца понимаешь, что там происходит И какую рекламу они вообще тебе хотят показать Ну а пока мы не начали, обязательно подписывайся на мой канал Подписывайся на мою страничку ВКонтакте Потому что там вечно идут какие-то движухи Ну и конечно же не забывай нажать на колокольчик, чтобы увидеть первым следующее видео И смотрим первую рекламу В Джонсон Вилле наши жители несут ответственность даже за рекламу Моя реклама как жителя Джонсон Вилля начинается с погони Вы увидите много машин, будет много остросюжетных моментов Также там будут байкеры, гоночные и обычные машины Бабушки на скутерах Фургон с мороженым, сбивающий на своем пути почтовые ящики Там присутствует репортер, который говорит бла-бла-бла, здесь большая гонка Как только ты понимаешь масштабы происходящего, до тебя доходит что? Они гонятся за Джонсон Вильским грилем Вообще-то это не должна быть очень быстрая гонка во имя безопасности и прочего Это мешает движению, это может стать причиной беспорядка И наконец-то водитель понимает, что за хаос и заваруха происходит в зале Поворачивается к парню сидящему рядом и говорит Ты опять оставил сосиски на гриле? И он такой Да И котлеты для бургеров тоже? Да Ну ок, чувак, найди им правильное применение Они выбираются из грузовика, открывают гриль Разбирайте сосиски, они готовы Я, конечно, не знаю, чем это может закончиться Может быть, все кушают сосиски вместе А может быть, происходит взрыв И это реклама сосисок, сделанная под Джонсон Вильске Серьезно, это была реклама сосисок? Я вообще не ожидала Потому что если, например, сравнивать с нашей рекламой тех же Чивапчичи Чивапчичи То это просто небо и земля Я думала, это на самом деле какой-то трейлер к новому фильму Типа, как форсаж, там, гонки, тачки, какие-то бабули, репортеры А это просто была реклама сосисок Че я тут сижу и возмущаюсь по поводу сосисок вообще? И это круто Нифига у них обслуживание, я тут так хочу Почему у нас такого нету? Это просто нереально, он обувь, конечно, в голове носит На ногах, что? Это шикарно просто Это мега обслуживание Я его закинул кем на манекен Стар, стар, стар Вообще, так-то на самом деле это было классно Поэтому напишите в комментариях, зашел ли вам такой видос Все эти финты ушами, ногами, руками и прочими частями тела Я прям вытащила его Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, мне кажется, у мужика просто корруппы За то, что он оставил лучшего друга, который никогда его не предаст И тут же он попадает в катастрофу, а эта собака бежит за ним И то, что даже то, что хозяин ее кинул, она не оставляет его вообще, ну никак Она еще его догоняет, помогает, вытаскивает, ждет еще, едет с ним в больницу А этот козел оставил ее Я никогда не понимала, как можно топить котят Как можно выбрасывать кошку на улицу Как можно вообще отпускать собаку Типа, все, ты жила с нами, пошла в жопу, ты нам больше не нужна Я с меня прапробомбила На самом деле, это была какая-то более социальная реклама Которая сделана в формате, типа, не заплачь челленджа Она наводит такую грустинку и прям хочется плакать Да, у меня аж прям мурашки побежали А сейчас будет 5-секундное видео Я его немножечко включу и поставлю на паузу Вы должны будете написать в комментариях, как вы думаете реклама, чего это будет Включаю Просто зачем он это делает? Он сидит на ветке, которую практически допилил И просто какой идиот будет пилить ветку, когда он сидит на том краю, который должен отвалиться Я-то знаю ответ, а вам я дам сейчас подсказку рекламы, чего это может быть Например, холс, мэнтос или сникерс Смотрим ответ Я сказала И это был сникерс Ты не ты, когда голоден Ужас, как все медленно, мне кажется, это похоже чем-то на незалепный челлендж Вот что значит, когда нечем заняться на работе Ну, мне кажется, что, возможно, в будущем у нас именно так и будет происходить Ааа, такая 5-секундная зисиска Мне кажется, что все начнется с Макдалайца Мне кажется, что он просто бог, он лук и кетчуп налил прямо в булочку Это так звучало У нас таким лицом сидит Ааа, ну да, еще что-то Надо что-то Другами-то ничего не делать Ааа, что это? Это фильм ужасов Это какая-то страшная фигня Я даже не знаю, что это Это мутант Оп, открылся багажник Опять? Мне кажется, что он просто издевается уже Просто угорает Мне реально кажется, что он когда вот так вот барабанил Он реально как-то уже угорал Просто, типа, он открылся Он уже на них не обращает внимания Вообще никакого абсолютно И такой ха-ха-ха-ха-ха-ха На самом деле, я подумала, как и в первый раз Что это был трейлер какому-то фильму ужасов Не знаю, что-то наподобие Годзиллы Но это была просто реклама Машину, у которой автоматом открывается багажник То есть, допустим, когда идешь, не знаю, там с пакетами, сумками Тебе нечем же открыть Получается, багажник, руки свободны нет И ты просто вот так вот подставляешь ногу И багажник автоматически открывается Но мне кажется, что этот монстрик просто уже стебался над людьми Когда он хвостиком проводил Они еще закрепнился И потом снова оп И вот это ха-ха-ха-ха-ха-ха Меня просто убивало Мне кажется, мы сегодня посмотрели просто все виды рекламы Это были ужасы, печалька, мультики, паркур И, конечно же, бабушки на колясках Ну а вы ставьте лайки И с вами была я, Джейн Фокс И всем пока-пока